Дорогие друзья! Естественно, погодные условия сейчас оставляю вашему вниманию. Среди всех 20 экипажей, естественно, три российских присутствия. Александр Касьянов и Алексей Пушкарев. У них будет здесь пятый стартовый номер в этой самой четвертой попытке. И, соответственно, 16-я позиция по итогам трех. Еще два российских экипажа. Экипаж Алексея Стульнева, текущая 13-я позиция. И экипаж Максима Андреянова, близенько к десятке сильнейших. У них позиция 11-я. Дотянуться до десятки возможно, но будет непросто. Что касается двадцатки сильнейших, то открывать ее будет Матеуш Лютый с Кшиштофом Телковский, который, в общем-то, это попадание в двадцатку себе гарантировал своими довольно стабильными прокатами. Смотрим результаты именно по тому, как показывали они на протяжении вот уже двух дней, получается. 56-99 нормально. 18-й результат, 57-0 одна. Двадцатый результат и 56-43. Результат дня сегодняшнего с максимальной скоростью, которую они вам показали. 231,57 и колоссальные 2,65 от лидера. Тройка призеров, да вообще шестерка. Те, кто сейчас будет бороться именно не за золотую медаль, потому что я не верю, потому что Франческо Фридрих сделает что-то такое, чтобы лишил его золота здесь на чемпионате мира, на домашнем чемпионате мира. Хотя, как бы и говорит, что это номинально, ну, конечно, не Альтенберг, не Кёнигса, но также на территории Германии трасса располагается какая-то, чужая штука. Франческо Фридрих эту самую медаль отдаст. Никаким образом ему это не верится. А вот за вторую, третью и далее позиции борьба пойдет нешуточная. Почему? Потому что Оскар смел бордис, у которого день вчерашний не задался в первой попытке. Он там был всего-навсего седьмой, для него это всего-навсего лидер общего зачета Кубка мира, обладатель Большого Крустального Глобуса. Потом немножечко подозверел, 56-22, это сразу второй результат, и сегодня 55-51, четвертый результат по попытке, 0-74 от позиции первой. Если с Франческо Фридрихом там все было понятно, то следуем дальше. Йоханнес Лохнер, который после первого дня был 56-73, 56-41, 5-е и 5-е место, соответственно, сегодня прошел попытку на третье время, 55-51, это на четвертое время, прошу прощения, и в итоге 55-39, на третье время, все, собрался. И в итоге это текущая третья позиция, причем по отставанию он подтянулся вплотную, к тому же мил бордису, 5-5-3 против 7-2-4, и 0-75, сотка бронзы от серебра текущего момента. Внимание! И, конечно, Бэт Хефти с Алексом Бауманом. Самолюбивый, прекрасный спортсмен, ну, по-хорошему, по-спортивному, такой самолюбивый. Неудачный первый заезд, 11-й результат, недоумение вообще в глазах и Бэт Хефти, и Алекса Баумана, при том, что у них с разгонами все было нормально, у них второй разгон был. Так что не его позиция, поэтому 56-38 подсластила пилюлю, а вот сегодня выстрелил. Второе время, но, простите, у Франческо Фридриха рекордтрека теперь, да? И надо понимать, что до его времени доехать, ее самая большая скорость была с 34-27, все здорово. Это все равно, он потянулся максимально возможно к этой тройке, на 0,88 от лидера, и получается всего-навсего 7 соток от призов. От призов, и какие эти призы будут, еще никому неизвестно. Корейцы, которые накануне сотворили, ну если не менее, сенсацию по одной из, вне всякого сомнения, 56-63, 56-46, в четвертое-седьмое время первой-второй попытки, соответственно, сегодня шестые и 0,97 от лидера, бороться за тройку, не знаю, две десятки, все-таки при таких раскладах уже многовато, а вот неудача постигла, на мой взгляд, от Лидиса Залимса, которые накануне третье время, пятое время, сегодня восьмое время, и, к сожалению, 0,99, мечты о призовых, призовом подиуме будут очень-очень уж, размытыми. Но начинается двадцатка сильнейших по традиции от слабейших к сильнейшим, поляки прошли первые, с довольно скромным результатом, прибавили 0,8 по отношению к себе, но при всем при этом этого хватило, чтобы обогнать французский экипаж, у которых третья попытка, к слову сказать, была просто безобразная. Они в третьей попытке были с 22-м временем. И четвертое, смотрим, 56-60, 56-54. Вот вам и пожалуйста. И 0,19, две десятки они полякам уступили. Ой-ой-ой. Неудача. Неудача, конечно, потому что понятно, что Лайка Старш, он рассчитывал несколько на большее. Главные неудачники, наверное, надо так называть. Экипажи команды Канады, потому что здесь осталось два. Один из сотоварищей из канадской дружины попросту выбрал, потому что оказался за пределами двадцатки сильнейших. Я имею в виду, конечно, Джастина Крипса, который финишил в 21-м. В общем, в зачете у Кубка мира у Крипса было все здорово. Потому как, ну, прошу прощения, у Джастина Крипса восьмой, в общем, в зачете оказался. Канады приза. И он не попадает в финальную попытку, в четвертую попытку, а туда попадают поляки. Ну, если это неудача, тогда я не знаю, что такое неудача. И Крис Спринг. Два представителя команды Канады здесь. Они внезапно в таблице. К сожалению, там много кто еще внезапно. Много кто-то, конечно, не появляется. И 5.36, разгон на 5.30, по 22. Сегодняшнее, кстати, 18-го время у него было. И Крис Спринг сейчас едет в свою заключительную попытку. Посмотрим, на какой результат. 5.23 в разгоне прыгает сегодня, по крайней мере, не удалось. Все-таки себе проиграл. Но, по скорости, сейчас посмотрим, что у него будет. 94.2. Нормально. Сейчас понятно, что трасса готова. Программа ценная профилактика. Но теплеет. Теплеет. И теплеет довольно серьезно. В Европе, по-моему, опять будет довольно раненая весна. И на кондиции трека это, каким образом, складываться будет. Не самым лучшим образом. Но толковски-то они обыграть должны, по идее. Если ничего совсем страшного не случится. Как и получается, три десятки 56.07. К слову сказать, это лучший результат во всех попытках. Это на две десятки лучшие попытки предыдущие, которые у Крис Спринг, опять же, неплохо прошел. Но, тем не менее, это все неплохо. Сейчас уже остается в слагательном наклонении. Преимущество было перед французами. Две сотки. А где ближайшие преследователи? Ну, там Стивен Холком. Там Стивен Холком. Там Стивен Холком, у которого первые две попытки завалены. Это по-другому не называют. Сегодня, обратите внимание. 55.89. Все те, кто находился в десятке сильнейших, они все выехали из 56. Все. Там ключевое было 56.0. Это было, кстати, по-моему, у российского экипажа. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Да. 56 ровно. Это у Максима Андрианова и Максима Краусова. Соответственно, Стивен Холком, который сейчас будет выходить на дистанцию и разгон первого дня. Ну, посмотрите. 5.33, 5.43. 5.43, 28-й разгон. То есть мало народу проехало хуже, даже с учетом того, что ехало внизу в турнире таблицы. Ну, это просто была беда. Сегодня 5.25. 14-й разгон, 10-е время, 55.89. Ну, отлично. Где это было в первой попытке? Но, опять-таки, с опытом Холком бы... Десятка сильнейших, наверное, не предел мечтаний, прямо скажем. Выходной 60.06. Здесь все абсолютно нормально. И он вместе с Карлом Вальдесом следует по дистанции. Касаемо скорости... Скорость у Холком бы была. Скорость у Холком бы была, но она почему-то повелась на второй день. Видимо, здесь еще и сыграли... Ну, сыграли кондиции, вне всякого сомнения. Ну, с разгон во второй попытке, все-таки, в четвертой попытке, во второй попытке, не сегодняшняя. Все-таки, похуже 5.29 против 5.25. Преимущество небольшое, но он-то сейчас будет бороться даже не столько со спрингером. Хотя лучше по прохождению и с ним в том числе. Но и со следующим за ним, Александром Касьяновым. Там преимущество сильно небольшое. 0.11, 133.3. Но эта скорость, она перезаключенной гаражовой, является, конечно же, неопределяющей. 56.08. 56.08, безусловно, это похуже, чем 55.89. Но можно констатировать, что Стивена чемпионат мира, в общем, тоже не очень получился. И текущая промежуточная первая позиция, она является довольно слабым утешением. Потому что в этой попытке они вторые даже. Даже вторые. Уступив к тому же спрингу, который прошел 56.07. Ну, запас был. Ладно. Запас остался. Чем сейчас это дело будет аргументировать Александр Касьянов с Алексеем Пушкаревым? У которых текущая 16-я позиция, опять первый день. Особенно первая попытка, ну, никак не сложилась. 57.17. Очень плохо. Очень плохо для экипажа Александра, который, ну, которому сейчас, на мой взгляд, уже загоняться даже, наверное, не надо. Потому что впереди четверки. И в четверках будет одна из, на мой взгляд, основных ставок. Ну, давайте, ребята. Давайте, ребята. Поскольку в день сегодняшний и разгон отличный, и все, у них было ничего. Александр Касьянов, Алексей Пушкарев уходит на дистанцию. 5.28. Ну, вот с такими. Даша с такими. Было бы все нормально. Первый день. 57.17. Как же это подкосило? Как же это подкосило? 56.8. Ситуация начала исправляться. 56.05 сегодня. 56.05. Вот так вы, дорогие друзья. И, к нашему великому сожалению, мы-то знаем, что как Александра не будет ездить. 24.6. Здесь скорость выше, чем у Холка. Но до Холка внизу удача. Ничего, что-то собирать трек. Даша прошел, в принципе, ровно. Здесь 100.5. Отлично. 45. Холком был. Сейчас таким нормальным преимуществом приедем. И 55.88. Вот уровень. Еще бы две попытки с Сашей. Еще бы две попытки. Все было бы насколько по-другому. Ой-ой-ой. Обидно на самом деле. Просто обидно. Начали раскатывать второй день. Второй день. Вот это вот, объективно, вот это результаты Александра. Вот. 56.05. 55.88. Он спокойно выезжает из 56. Обратите внимание. Там ему подсеропила стартовая позиция. Да, прекрасно понимаем, что он стартал от 17-й. Сегодня. Сначала. И сейчас по, что называется, практически чистому льду. До него прошло, сколько, четыре участника. Он показывает вот свои секунды. Погода. Но она у всех была погода. Поэтому здесь на кого сетовать. В общем, сетовать-то и не на кого. Прибавление по результатам. Все здорово. Все замечательно. И уж с кем, с кем. А с Ником Полониата Ико. А в компании Ико у него Брайан Барнетт. Александр Касьянову, конечно, бороться надо. 2.24 от лидера. У Касьянова было 2.22 у Ника Полониата. Но уровень-то совсем разный. И при этом разгоны. 5.25. Первая попытка 5.29. Вторая 5.29. Третья. И время финиша 56.93. 56.65. 56.42. Им сейчас надо выезжать из 56, если они хотят побороться с российской командой. А кто там еще рядышком? Там Каннинген. Ну, у Каннингена уже 1.87 от лидера. То есть, он это 2.24. И у Каннингена разгоны. А, не, разгоны не самые хорошие. 5.22. Разгон Полониата. Лучший разгон за все четыре попытки. Понятно, что погодится очень серьезно, но здесь динамика смотрим, ухудшается. 94.0. Александра здесь скорость была выше. Безошибочно. Он здесь проходил совершенно спокойно. Здесь дайвкий горпловит и 99.7. На 0.3. И Юс такой здоровый. Сейчас в 0.2 отлетит кокпит дать. Ну, 0.5 хорошо. И 132.5. Конечно, да, конечно, не проиграют, но они на уровне Александра пройти могли только если бы сильно дать. Постарались. Те самые две десятки и есть, о которых вы с вами успели порассуждать. 56.0.9. Ведь время-то отличное в плане Время-то отличное. И прибавили они, и прибавили очень серьезно. И почти сколько получается? 33 соты. По отношению к своей предыдущей попытке они шли тоже по возрастающей. Раскатили. Молодцы. Здорово. Но это, безусловно, было недостаточно для того, чтобы бороться с Касьяновым. Ну, вот Александр приподнимается на одну строчку. В итоговом протоколе соревнования чемпионата мира в двойках у мужчин, но, к сожалению, довольно слабое утешение, по крайней мере, пока, потому как уровень Александра так, ну, нам весь можно, наверное, выразить. К сожалению, извести. Александр может. Вот. 55.88 показало, что именно Александр может. Просто жаль. Ладно. Отвлекаемся от результата и смотрим, что представители команды Соединенных Штатов будут показывать. И Каннингем, и Алекс Хэррисон. США. 5.32, 5.34, 5.25. Разгодные. Не самые мощные. И при этом время финиша. Обратите внимание, также, для возрастающей. 56.97, 56.63, 56.05. И вот они как раз по тому, что происходит, вполне могут выкатить из 15.6. 0.37, 4 десятки. Некомфортное преимущество. 5.25. Стабильный разгон. И сегодня, Северосман, не так много работы с точки зрения снега. 62.7. Вот нарядно. Растерять такое преимущество, конечно, можно. Трецеденты бывали, если особенно заруливать начинать. Но я не думаю, что американцы такой щедрый подарок дадут. 0.31, 54.2. Здесь скорость чуть-чуть ниже, нежели у российской команды. 28.3.4. Здесь, наоборот, прибирают. Да, сохранят они свое преимущество. Выход на заключительный вираж. И финальная позиция. 55. Вот они как раз выезжают совершенно спокойно. Здесь 56. 55.96. Проигрывают в попытке они Касьянову. 0.8. Почти десятку. Но запасов 3 им вполне себе хватает, чтобы нарисовать себе итоговое преимущество. 0.29. Канинги молодцы. Молодцы, молодцы. Вот выехать здесь из 56. Это уже неплохо. Получалось-то сильно не у всех. В этой попытке те, кто свои позиции сохраняют, те, кто уже поближе к такой окошке, у них получаются. Чем ответит российский экипаж теперь? Вот что интересно, поскольку Алексей Стульнев в 9-е время финиша первой попытки, 9-е время финиша второй попытки и, к сожалению, в 16-е время финиша, потому что прошел неплохо. Попытки за номером 3. Алексей Стульнев и Кирилл Антюх. Насколько у них было комфортное преимущество перед американцами? Да ненасколько. Сила на все 600. Потому что до десятки можно принимать расчет. Сильно постолька постолька. 5.23. Разгоны были 5.30, 5.26, 5.25 и здесь 5.20. Нормально. Считаю 2.7 выходная. 15.00. Раскатывать немножко. 94.5 нормально. Здесь все нормально, по крайней мере, пока. 0.16, 100 км в час, отлично. Проблемы вот здесь они у них где-то начались. Скорости внизу не было. 0.12 и 133 ровно. Должно хватить. Должно хватить-то. 55.92, хватило. Десятка. Десятка. Было, но немножко попытки прибавили. 55.92 это вторые они по попытке. Первые по попытке по-прежнему. Кто? Правильно. Александр Касьянов. Молодцы то, что удержались. Молодцы то, что удержались. Молодцы то, что не дрогнули. Получилось здесь это не у всех. И интересно, кстати, чем теперь ответят британцы. Потому что вот у Дина была та же беда, что и у многих это попытка за номером один. Потому что 56.93, ну, близенько, мы с вами понимаем, к 57. И, соответственно, он еще недоволен показывать то, что мог пройти лучше. Хорошее качество. Очень хорошее качество. Так вот, Ламина Гиннус губила та самая первая попытка. 56.93, потому что потом, ну, поспокойнее же. 56.57, 56.93. В нормально. В нормально, то есть жить можно. Дура! Ему надо удерживаться. Ему надо удерживаться. Преимущество в 6 сотых. Ничего ему не гарантирует. Разгон Т-21. Чуть похуже, чем по путьу третьей. Сотка преимущественно остается у нас всего. И теперь все в пилотировании. Все в пилотировании. И в скорости начинает подзаруливать чуть-чуть. Красную зону сваливается. Сейчас британский экипаж. Десятка. 93.8. А у наших здесь 94.5. Поэтому все хорошо. Для нас все хорошо. Здесь было 100 км в час. Мы видим 99.6. И внимание, какое-то возрастающее. С небольшим грузом. Вираж и та самая отсечка 0.21 и скорость 131.6. Мы понимаем, что он сейчас свалится. Вопрос куда? Сваливается он в том числе и за Каннингема. Всем привет. И действительно мы приветствуем. Текущая десятая позиция. Вот они. Вот сейчас начинается десятка сильнейших. Вот сейчас пойдет основная, что называется, драка за те самые медали. Нико Вальтер, Марко Хубенбекер. Экипаж команды Германии. Очень здорово выступивший в попытке за номером 3. 55.79, выехали с 56 и выехали уверенно. И сейчас у них преимущество перед ближайшим экипажем. Это стулья у Фантю совершенно комфортная. 0.24, они дома, трассу знают. Разгоны их здесь я опять-таки не подвел, поскольку 5.32, 5.28, 5.24, 5.22 выходная под 63. А у лидирующей группы за 63 будет. Я надеюсь, по крайней мере. Так что сейчас все карты в руки. Козыри, и понятно, что их сейчас неистово абсолютно поддерживают. Есть вот флаг, вывышенный спортсмену почти в визор. Это не самая блестящая мысль, на мой взгляд. Надо, чтобы кто-нибудь там человек объяснит, что так вообще не делают. 0.26, 94.2. Чуть пониже скорость, чем у российской команды, но пока держится. 0.23. И здесь вот чуть пониже. Плосоточки они отдают, но я думаю, что удержат. Я думаю, что удержат. Если не случится чего-то, что бы случилось с российской командой, где она была макроусом, там какая-то беда. Просто какая-то беда, потому что 56.30, это, конечно, далековато. 55.91. 55.91. Минус 0.25 в попытке. Они вторые. Сотку выступили они здесь россиянам, но тем не менее 0.25 по результатам, по итогам, прошу прощения, четырех попыток, и в десятке сильнейших наших пока нет. Почему говорю пока? Потому что, ну, соревнования, во-первых, еще не закончены. Хотя в то, что сейчас мы чудят Латуши, экипаж Оскарса Киберманиса, я, по сути, сказать, не очень верю. Ну, довольно стабильно прошли. Здесь 56.89, 56.50, 55.73. Все по восходящей по отношению к результатам. И по разгону было 5.21. Я так еще удивился, потому что это 6 за 5.20. Потом 5.17, 5.14. В общем, все вернулось на круги своя. Пока в десятке сильнейших заканчивает вот этот немецкий экипаж. Это Вальтор и Марко Хубенбекер. И латвийская команда здесь, безусловно, будет бороться за медали. Главные действующие лица, при всем уважении, это, конечно, не Оскарс Киберманис. Но он находится на текущей девятой позиции. Преимущество перед тем же Нико Вальтором. Мне довольно комфортно за две десятки. По попыткам 56.89, 56.50, 55.73. Разгон, но блестяще же. Блестящее 5.10. Напомню, что рекорд старта 5.07 принадлежит Бетухаевке с Эриком Лампартером. Стоит этот рекорд аж 29 ноября 2008 года. И побить его пока не удавалось никому. Неизвестно, удастся ли. А вот рекорд финиша сейчас уже обновлен на этом мире. 1 марта года 2015. Рекорд финиша Франческо Фридриха. С Торстом Маргисом. Определяющее время. Блестящее время. Все хорошо. 99.2. Чуть пониже скорость, чем немцев. Но здесь, прошу прощения, чтобы потерять три десятки здесь на двух виражах, то надо и не знать, что сделать надо боком-бок поставить. Поэтому эти никуда и не потерялись. 55.96. Четвертые в попытке. И спокойно так помотал головой латвийский наставник, понимая, что в общем нормально, что они свою позицию как минимум не уступили. Хотя в этой попытке прошли хуже. На две, на 23 сотые даже. Даже не на две, на 23 сотые, нежели попытка третья. Но это потому и чемпионат мира. Вы знаете, этот формат, четыре попытки, олимпийский формат, всегда вызывал очень пристальный интерес. По довольно банальной причине. И вот все свое мастерство ты можешь продемонстрировать, только выложившись. Только выложившись физически и морально, и выложившись именно целиком. И никак иначе. Второй немецкий экипаж из четырех, которые здесь находятся в финальной пульке. Обратите внимание, что все эти экипажи находятся в десятке сильнейших. Чувствуют себя просто прекрасно. Ричард Уолснер и Эрик Франке. Разгоны 528, 535, 525 не самый, наверное, лучший. А вот результат Уолснера был в первой попытке. Скорость какая-то 31,67. 56,51. Заявка за Франческо Фридрихом была прямо вот на фузерплату. Что обязательно немцы грозились оккупировать весь педестал подсчета, но рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. И поэтому восьмая попытка, и вторая попытка, в которых уже серьезно так-то все репила, то есть 56,67, 15 результат. И с мечтами о медали пришлось, если не попрощаться, то серьезно задуматься. И сегодня 55,9. В одиннадцатое время так скромненько. И секунду 30 от лидера. Понятно, что до тройки сильнейших, где отставание начинается от 0,85, это уже практически не досягает. Плюс 0,19. При этом, обратите внимание, сейчас они уступают уже и латвийскому экипажу, и экипажу немецкому, если динамика сохранится. Первому Нику Вальтеру имею в виду 0,18. У Вальтера же 0,18, 32,2. Как на финише разойдутся? У кого преимущество 0,15? И все-таки у своих коллег по команде они выигрывают. Но Латуши прекрасно понимают, что они поднимаются в восьмерку сильнейших уже. Уже. Так что все нормально. Вторые качают головами. Ну да, здесь, конечно, в очном противостоянии проигрывать даже вот в этой самой десятке сильнейших никому не хочется. Этот результат пишут. Это главный старт. За исключением олимпийских игр, мы с вами прекрасно понимаем, что это главный старт сезона. И главный старт вообще. Вот она ошибка. Смотрим. Видите, с какого юза? Видите, с какого юза? И как моя коллега по репортажу, который сейчас блестяще освещает соревнования по санному спорту на российском, на сочинском этапе. Страшен не борд. Страшен юз. Здесь, если начинают юзить, то можно себе на юзить на очень серьезное откатывание. Не все этого избежали. Швейцарцы. Швейцарцы. Для них, пожалуй, это такое разочарование. Петр Рико. Ну да, разочарование. А как? Третье место общего зачета Кукумира следом за бетом Харти. Текущая седьмая позиция по претензиям на... Мы только не прошли. Это мы как минимум шестерка. Да. Первый заезд. 56.84. Восьмое место. Ну ладно, вроде ничего. Потом третий, третий, пятый и, в общем, текущая седьмая позиция. Вот выходная, о чем мы говорили. То, что по пункту экипажа это будет за 63 по 63 за 65. Конечно, сейчас в бочном противостоянии с тем же Угисом Залемсом, с Интерсом Дангесом будут просто зубы стискать. Все это сохранилось. Что касается Киберманиса, давайте смотреть, что там подставание-то было. 1.34 и 1.03. Три десятки. 31 сотая. Много? Много. Терять можно, конечно, если сильно постараться, но что тут? 22. 29.8. По не спадающей. А ну-ка, ну-ка. Останется полторы десятки. Можно будет так заикнуться. Но нет. Это прибавляют и прибавляют серьезно. Заключительно в гараже 133.6. И въезжают новые промежуточные лидеры. 55.9. 55.9 в исполнении Петера Рико. Это опять-таки, здесь уже понятно, что трасса немножко подразбилась. Но все-таки хватило. Хватило. Хватило с лихвой. Текущее первое время. И по результатам смотрим. По отношению к своей попытке утренней. Это почти минус три десятки 27 сотых. Но вторые в заезде сегодняшнем. Так что, в принципе, все нормально. Основное противоосновение вот начнется примерно сейчас, дорогие друзья. Поверьте, это будет очень-очень напряженно. Поскольку осталось... Ай, глупчивый. Основные медальные разборки начинаются сейчас. А творец мини-сенсации дня предыдущего. Огис Залемс, выскочивший, знаете, как в велоспорте за спиной отсиделся. Уся товарища. Там вылез на дверь. Его 56.62 было хорошим таким холодным душем для многих по результатам первой попытки. Вторая попытка. Пятый результат. 56.41. И, в принципе, все очень нарядно с точки зрения тройки. В третьей попытке сегодня восьмой результат. 55.74. И текущая шестая позиция. 0.99 от лидера. Корейцы их немножко объегорили на две соточки. Ну, вот с корейцами они вполне себе еще поспорят. Поспорят. И с Беттем Хефти, ну, там десятка. Там десятка. И Угису сейчас надо проходить идеально или близко к идеальному, чтобы еще, кстати, потому как результаты падают, не отвалиться за пятерой рейкой. Получится или нет, честно говоря, даже не знаю. Преимущество было приличное. Но от него остается всего-навсего пять соток. Три соток. 133.1. В сотках разойдутся на финише. Просто в сотках. Как 0.1, но своя. А, действительно. Выдыхают, выдыхают. И у Гизалин свою позицию с трудом. Но все-таки удерживают. Главный результат. А результат сотка. У Петра Рика. У третьего, в общем, зачете Кубка Мира сезона 14.15. Это очень здорово. Всего 0.1. Но, с вами, представляете, если бы это было за золото. Вот это 0.1. Вам потом снилось бы, наверное. Мне, спортсмену, тяжело представить, что такое уступить вот этот вот кропаль. По-другому даже назвать нельзя. Меньше, чем ничего. Даже не моргнуть. Дистанция взгляда, если хотите. Молодцы. Молодцы, но при этом четвертая попытка, опять-таки, получилась хуже, чем все остальные. Ну, не все остальные. Или все. Да. Ниже, чем... Хуже, чем третья попытка. И номинально-то, обратите внимание. Петр Вик у них эту попытку в три сотки выиграл и уступил в итоге всего. Ой-ой-ой, какая обидная. Ну, а что возмутительное спокойствие? Что возмутительное спокойствие из команды Кореи? Вон Юн Йонг и Сео Юн Гу. Все нормально. И с разгоном все было хорошо. 5.19, 5.21, 5.16. И по результатам финиша первая попытка 0.16 лидера. Четвертый. Очень уверенно. Потом 0.38, седьмые. Ну, нормальных пропорций. 0.43, шестые. И они уходят на дистанцию с разгоном 5.18. Не смогли прибавить. Ну, а вот и шай обыграть в разгоне. Это задача не самая простая, учитывая, что они как раз прибавлять могут. Так, нормально. 0.1, но у корейцев нормально все было. И с пилотированием, и техника катила. И сейчас уже в нолях. И в зеленую зону выезжают. Корейский болит. 0.2, но пока еще ничего не ясно. 94.2. Здесь нормально. Идут, 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 идут. Если 0.5, нет, не та же, те же 0.2 держатся. Что, неужели опять такая дуэль на финише будет минимальная? И в соточках будет расходиться. Всего ничего было. Результат одно и то же. На 0.2 как приклеенный практически. И 133.5. Скорость повыше, нежели у латвийского экипажа. Конечно, 0.1, но уже обыгрывает латышей. Ну, какая. Вы посмотрите, какая борьба. Для корейцев, безусловно, это прорыв. Конечно, попадание в тройку было бы, наверное, если не пределом мечтания. Но посмотрите, что они творят сейчас. Это уже очень серьезная история, я вам хочу сказать. В прицеле следующие зимние Олимпийские игры, на которых, если ничего страшного не случится, не дай бог, конечно, эти ребята будут в центре внимания. И посмотрите, они в пятерке уже как минимум. И с кем они борются? Бэт Хефти, Оскар Смелбордис, Йоханнес Лохнер, Франческо Фридрих. Ну, Фридриха, да, здесь догнать, я не знаю, что должно случиться. Но они выигрывают вполне себе у Залимса. Две сотки было преимущество, одно осталось, и какова вот эта развязка, какова драма. Ну, молодцы, молодцы, сделали все. Это, безусловно, для корейской команды просто блестящий результат. Вот они. Вот за кого я искренне болею, честное слово, по нему российской команды, конечно. Но что-то все равно под номером один. Бэт Хефти, Алекс Бауман. Первая попытка, вот, что ты будешь делать? Первая попытка, она ему испортила, наверное, обеднюю здесь на мире очень-очень серьезно. 56-92. 11-й результат. Недоумение. На лице многоопытного швейцарского пилота. И с Алекс Бауманта сделал все это его зависящее. 5-17 разгона, 5-20, 5-13. И потом пошли прибавлять. 56-38. Вот четвертый результат. Совсем другие уже расклады. Разгон 5-13. На день сегодняшний 55-38. Ребята прибавили секунду. Сразу второе время дня. 0-13. И сейчас разгон. 5-16. В том, что они у корейской команды должны выигрывать. Я, честно говоря, потому как про корейцы проехали, конечно, есть определенные вопросы, но нет. Не должны. Ни в коем. Ну, как так. Бэт Хефти, простите. Корейская команда, которая вчера еще была на силу в третьих ролях, да? 0-17. Бэт раскатывает на финиш. На финиш, кстати, скорость по нижнему корейского экипажа. Но здесь это не настолько влияет. 55-86. 55-86. Минус 0-17. Скромно так. Прекрасно понимаем, что сейчас этот результат, может быть, будет ценой медали. А текущее первое место? Да, конечно. Но при всем при этом, время финиша. Они, кстати, у них лучше в время попытки. Или нет? Нет. 55-86. Какая-то, на что? 55-88. Да. Андреянова. Ну, вы знаете, действительно, лучшее время попытки. 56-88 было у Косянова. Текущая тройка. Самое главное, самое интересное, самое захватывающее здесь, на чемпионате мира, в Винтерберге, Германии, дорогие друзья. И выходит третья текущая позиция. Яханас Лохмер. Команда Германии. Разгоняющая Джошуа Блюм. И преимущество перед экипажем Хефти небольшое. 7 сотых. Насколько получится, разогнать или не разогнать, сейчас посмотрим. Немцев здесь, техника катит. Отлично. И разгон не подкачал. Вполне себе, 5-12. И комфортные. 24 сотые. Преимущество перед многоопытным швейцарским экипажем. 94.3.021. Скорость потихонечку падает. Две десятки. Вот сейчас многое будет понятно. 0.7. Должны сохранить. Должны сохранить. И таким образом у немцев уже как минимум одна команда на подиуме. 55.83. С запасом. Все в порядке. Ристоф Ланген не сдерживает эмоции. Но такой эмоциональный человек. Великий, конечно, спортсмен и тренер. Ничего не могу сказать. Да. Медаль у немцев есть. И уже как минимум одна. Свою задачу Лохнер с Блюмом здесь сделали. Подвинув многоопытного швейцарца. Вы посмотрите. Хефти Баума 0.16. Ах, если бы не та самая первая попытка, где они ровно, эти 18 сотых и у них выиграли. Да. Но никто не виноват. В общем, все на мире так и происходит. На наших с вами глазах здесь никто никому ничего не подыгрывает. В попытке они здесь были объективно лучше. 55.83. Это лучшее время дня. Они у них здесь три соточки выиграли. Поэтому с преимуществом все вполне себе понятно. И медали. Медали. приветствуем и поздравляем Йоханнеса Лохнера с Джорджио Блюмом с уже как минимум бронзой чемпионата мира. Ну, а вот они. Оскар Смелбордис, который не скрывал своих амбиций. Это уже история. Это новая история. У атлитского Бобсле и сейчас у него он уже свою знаете, такую страничку серьезную вписал. Лучшие разгоны по всем дням и 5.09. Идентичный разгон третьей попытки. Оскар Смелбордис следует к своей медали. Преимущество перед Йоханнесом Лохнером всего сотку. Всего-навсего. Ничего. И еще какая там будет медаль. Никому неизвестна. Мы с вами это узнаем. Только через вот еще секунд 50. А пока красная зона. Пока динамика не спадающая. Три сотки. Да не может быть. Четыре сотки. 99.8. Оскар Смелбордис. Но удержаться. Обязательно удержаться. И прибавляет здесь. Раскатывает. В нолях. И... И что? И... И... Ох ты! Хо-хо-хо-хо! Вот это да! 55.80. Идентичное... Идентичное время. Но что ты будешь делать? Такое случается. Такое случается на мире и такое частенько случается в Германии. Да. Но тем не менее. Вот... Я очень рад на самом деле за Оскарса Мелбордиса. То, что... У него получилось самого себя не обокрасть. И... Это в любом случае. Это в любом случае медаль. Это в любом случае серебро. Уже никто это серебро у него не отнимет. Два вторых места. Вы только посмотрите. Здесь на мире. И сейчас будет выступать без пяти минут уже чемпионов мира. Года 2015. Посмотрите, Мелбордис. Молодец. Не расклеился. Какие нервы, а? Какой молодец. Даже шлем не снимает. Понятно. Сейчас эмоции они просто... Они должны просто переполнять. Я прекрасно его могу понять. Франческо Фридрих и Торстен Маргес с гандикапом 074-075 от Мелбордиса и Лохнера. Соответственно, это едут... Вот, ну, все уже. Я не знаю, что должно помешать им стать чемпионом мира. Не знаю. Как бы они сейчас... Что бы они сейчас не начудили, если это не будет какие-то катастрофы, то сделать с этим результатом... Понятно, что четвертый спуск превратился, если не в пустую формальность, то в формальность. Это факто. Смотрим. Преимущества еще нарастают. У Танческо Фридриха здесь была самая большая скорость по попыткам. Первый, первый, первый по разгонам. 5.11. И рекорд трека, напомню, в попытке за 0-3, 55.23. Именно эти цифры сейчас символизируют. Рекорд трассы. Сейчас следует на время 102 км в час. Лучшая скорость четвертой попытки. При том, что он-то стартует заключительным из этой самой двадцатки сильнейших из преимуществ в секунду едет к своей золотой медали чемпионата мира 2015. Винтерберг и доезжает. 55.52. Результат уже не столь важен, но преимущество в секунду. Перед ближайшими преследователями это теми, кто занимает два вторых места. Оскар Смелбордис, Думан Тазрискин с Иоанна Слофнер с Джошуа Блюмом. Ну, вот они. Вот они, чемпионы мира. Понятно уже было многим, что когда они выходили сюда, что все у них в порядке, все у них замечательно. Если сейчас не перевернуть, конечно, не дай бог, всякое бывало, то чемпионы мира это просто уже вопрос-де-факт. Поздравляем немецкую команду с двумя медалями. Золото и серебро. Поздравляем, искренне поздравляем экипажа Слэзи Мелбордиса с Думантосом Дрисмансом. Бронз... Ой, не бронзель. Что я так вот говорю? Серебро, конечно же. Серебро здесь, на мире, это очень почетно. Это очень почетно, тем более, что, ну, потому, как шел здесь Франческо Фридрих, чтобы его обыграть, я не знаю, что должно было случиться. Понятно, что немецкие телевизионщики и наши коллеги сейчас будут всячески облизывать победу родной немецкой команды. Но мы обратимся к результату российской дружины. Одиннадцатый, к сожалению, за пределами десятки сильнейших оказался экипаж Алексея Стульева с Кириллом Антюхом, которые были и оказались лучшими из наших ребят. Двенадцатая, тринадцатая, прошу прощения, позиция Максима Андрианова и Максима Макроусова, на которой они в итоге и были, хотя были одиннадцатыми перед попыткой третьей. Ну и итоговая позиция для Александра Кассиану это пятнадцатая, но еще немножечко приподнялся, но, к сожалению, там очень сильно все подпортила попытка первая. Саша, откровенно говоря, немножко жалко. Но, таким образом, для него чемпионат мира это еще не закончился, еще и четверки. И вот в четверках, я надеюсь, что Саша себя покажет с самой лучшей стороны. О двойках все. Дмитрий Бобцов работал для вас. До свидания, дорогие друзья. Занимайтесь спортом.